Более 300 тысяч жителей Рязанской области, которая была переведена на военное положение уже 23 июня 1941 года, ушли на фронт в первые дни войны. Больше половины из них не вернулись на родину из кровопролитных сражений Великой Отечественной войны. 5 декабря состоялись мероприятия, посвященные присвоению Рязани звания города воинской доблести. Они начались с возложения цветов к монументу победы. В фойе концертного зала гостей встречали гармонисты и приглашали подпеть песни военных лет. Ветераны, труженики тыла, курсанты военных училищ, кадеты, представители общественности, члены правительства и администрации, областной городской дом, руководители города и области не остались в стороне от исторического события. Церемонию присвоения Рязани почетного звания торжественно открыли внесением знаменем победы флага Российской Федерации и Рязанской области. Руководству города грамоту вручал губернатор Рязанской области Олег Ковалев. Сегодня в столице нашего региона, нашей Рязанской области, городу Рязани, вручается присвоенное почетное звание «Город воинской доблести». Знаменательно, что это происходит в год 70-летия победы в Великой Отечественной войне. Буквально год назад, в преддверии юбилея, городами воинской доблести стали город Михайлов и город Скопин. Потому что именно там началось контрнаступление Красной Армии, Советской Армии под Москвой, в результате которого враг был отброшен от рубежей, как нашего региона, но и самое главное, он был отброшен от рубежей столицы нашей Родины, города Москвы. Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской думы Андрей Кашаев поблагодарил ветеранов за их великий подвиг. Почетное звание заслужили для нас наши деды и прадеды. Это большая гордость и огромная ответственность быть достойными подвига наших предков. В любой момент встать на защиту рубежей нашего Отечества и не допустить войну. Звание город воинской доблести – гарантия того, что Рязань была, есть и будет одним из центров патриотического воспитания России. Первыми звания воинской доблести получили Скопин и Михайлов, освобожденные от немецко-фашистских войск в декабре 1941 года в ходе Московской битвы. Рязань тоже стояла на линии обороны. Старт победы был дан именно с аэродрома Дягилева. Как это произошло? Генерал Беляков, начальник первой школы штурманов, дал команду летчику майору Анискович провести доразведку в районе города Михайлов. Анискович обнаружил, что все танки колонны Гудериана шли на Москву, а 22 танка шли на Рязань. Звание города воинской доблести присваивается населенным пунктам Рязанской области на территории или в непосредственной близости от которых в ходе сражений Великой Отечественной войны защитники Родины проявляли мужество, стойкость и массовый героизм.